добрый день дорогие друзья добрый день уважаемые youtube пользователи телезрители радиослушатели мы начинаем нашу программу начала рабочей недели понедельник выключаю второй компьютер понедельник время в городе чикаго 10 часов утра на восточном побережье вашингтон нью-йорк 11 часов утра и только 8 часов утра на западном побережье в калифорнии лос-анджелес сан francisco как всегда в этот день у нас на связи профессиональный астролог руководитель астрологической школы андрей бухарин россия москва и мы начинаем нашу программу прежде чем я дам слово андрею мне хотелось бы озвучить в хронологическом порядке несмотря на то что сегодня очень важным событием в мире на планете лунное затмение которое начинается и уже начало сейчас она меня андрей поправит но в хронологическом порядке просто нашей программе и многие конечно же это помнит опять же андрей это на своих сайтах это все тоже разместил ну и разумеется я помню мы обсуждали этот вопрос о том что очередной прогноз я хочу еще секунду отвлечься от этого дела в том что астрология это наука наука не занимается скажем так предсказаниями предсказаниями занимаются гадалки и что в общем то тоже нормально наука занимается прогнозами и прогнозы могут иметь какую-то долю вероятности они могут быть сто процентов правильно они могут быть совершенно неправильно они могут быть разная доля вера данном случае уже который раз мы убеждаемся о том что прогноз андрея бухарина была абсолютно точная речь идет о том что четвертого числа и как раз таки об этом было и не только в последней передаче речь а еще ранее было я за этим слежу поскольку я это так сказать ну занимаюсь профессионально этим вопросом о том что будет разворот в течение долгих месяцев евро шло вверх 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 наконец она 4 числа развернулась ну можно конечно сказать о том что был очень важный экономический экономическая новость это был non-farm payroll это создание рабочих мест и так далее в соединенных штатах это был еще другой показатель не буду вдаваться в эти детали об этом я на радио чикаго рассказываю куда мне приглашают но именно в этот день произошло падение жесткое падение евро мы потом покажем графики андрей пока я покажу последний раз я посмотрел падение такого рода за один день было в декабре 2016 года 8 декабря насколько я помню я посмотрю график там есть там было чуть больше падение на такой вот за один день настолько ну это определенные серьезный потенциал вопрос о том как без теории перейти к практике это мы поговорим уже после окончания нашей программы я останусь с вами еще отдельно дорогие друзья те кто нас слушает сегодня на вот на нашем канале но сейчас давайте приступим к нашей программе вот давайте это был я то есть вот я тебе себя а вы все это время видали андрея бухарина безбородова так всегда очень хорошо выглядишь андрей здравствуйте добрый день майкл добрый день утро вечер кто где уважаемые радиослушатели санги с радио да у меня уже такой летний в общем августовский так как в августе все бизнесы остановятся работать вот поэтому что я хочу сказать да действительно майкл в первую очередь это торжество астрологии как науки вот именно этот прогноз который по сути по своей такой если такое слово уместно эпохальности он сравним с годичными то есть больно вы отметили что один может два раза в год происходит такого рода события на рынке форекс ну да на случай паре евро доллар это происходило аж в прошлом году даже в этом не было такого резкого изменения насколько я помню то есть евро где-то просил почти на один процент от стоимости если так представим где-то 0,97 процента ну практически один процент вот и что здесь важно здесь важно то что на мой взгляд я хочу сказать что я анализирую график не вот как майкл техническим анализом то есть это майкл у него есть свои наработки свои открытия свои какие-то ноу-хау по техническому анализу я исследую больше не то что больше в принципе подавляющем большинстве астрологически и также скажем так проверяем потом после этого по объему то есть какие объемы были вот и тут в частности и извиняюсь подстыл немножко на сквозняках вот и просто как бы анализирую смотрю в какую сторону движения рынка идет но в данном случае потом мы посмотрим графики есть несколько скажем так прогнозов вы знаете что существует долгосрочный прогноз среднесрочный краткосрочные условно говоря три таки вот чтобы в дальнейшем не было путаница каком прогнозе идет речь каком прогнозе задаются вопросы я бы рекомендовал или просил бы слушателей в принципе как бы уточнять потому что понятно что в течение дня грамм ну допустим сейчас евро растет но относительно скажем того падения которое произошло с пятницы этот рост даже еще не компенсировал или только чуть только половину но скажем так того падения которое произошло еще даже или нет да еще нет половины то есть по факту ну скажем так график нисходящий тренд имеет ну скажем с временной коррекции естественно с временной коррекции потому что многие закрывают свои позиции сейчас не понимают что происходит еще андрей я хочу немножко так сказать сделать одну ремарку дело в том что сегодня такой праздник который не является абсолютно никаким официальным праздником но первый уикенд в соединенных штатах он называется я долго не я сам этого не знал если честно потому что я прочитал как трейдер я прочитал о том что люди уезжают на long weekend и это не официальный еще раз повторяю праздник но в первый weekend почему-то очень многие люди берут vacation берут day of ну короче говоря выходной себе в понедельник и десятки а то и сотни тысяч американцев на машинах едут куда-то в кемпинге и куда-то там еще праздновать он называется civic holiday о котором очень многие американцы даже не знают ну как то тут такая традиция которая есть и поэтому сегодня на маркете на бирже американская еще раз это показатель того чтобы в общем то весь мир смотрит если мы говорим про биржу и финансовые новости поэтому весь мир смотрел что произойдет кстати в пятницу по нашему времени 7 часов 30 минут утра или в 15 30 по московскому времени насколько я смотрел ваш этот самый на вашем канале вы на час маханули то есть мы следили за тем что там будет какое-то событие оно уже было у вас на графике это было видно которого показывали да ну да у меня сожалению я вот так торопился домой что спутал как я понял потом там падение там сразу же после падения можно когда график он отыграл буквально столько же назад и он в общем то как раз трансляции произошла основного падения евро в прямом эфире в общем то даже она с таким опозданием каким-то поэтому но здесь дело не в этом что там я успел я вообще бы не включался в прямом эфире дело в том действительно что прогноз мы это давали на снгс радио два раза да то есть мы давали когда было этого в тот как прошлый неделю назад и две недели назад то есть две передачи подряд можно сказать ну да конечно и я кстати вот у нас с майкл разные точки зрения в этом плане есть это здорово что разные взгляды на но я склоняюсь к тому что сейчас на неделю но опять же на эту неделю где-то до 14 до 17 августа доллар будет продолжить укрепление свои восстановит свои как бы вот эти высоты даже если там технический анализ показывает что куда-то еще выше вверх евро по идее как бы по логике это должен двигаться я склоняюсь к точке зрения что евро это временное скажем отступление доллара и в результате этого как бы как бы сейчас кстати на эти затмения на срединную точку ничего бы такого в европе не произошло из-за чего будет отвердиться дальнейшее падение евро потому что вы знаете что когда происходят какие-то чп валюта в той страны всегда дешевеет паникеры торгуют кто они почему-то начинают продавать валюту какая связь там что там экономика что вернувку ну вот и что вот но такой факт есть настоящий момент я скажу что это боковик идет флэт из такой резких каких-то колебаний нет взгляд такие они идут но сейчас новости сейчас же главные новости выйдут вот 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 сейчас там где-то три новости вечером по доллару должны быть но вечером по московскому времени по московскому времени но да вот у нас тут написано что новость 1 индекс условий на рынке труда за июль член фио м си джеймс буланд выступит с речью и член фио м си нил кашкаре или кашкаре выступить с речью я давайте я немножко объем потребительского кредитования кстати тоже будет смотрите новости они вообще-то говоря вот у меня календарь экономический календарь ну это то что касается трейдинга как такового и он разделяется на три скажем который не имеет или очень мало значения которая имеет где-то там посередке и где-то который имеет первое очередное значение обычно по понедельникам нету никаких важных новостей обычно тем более сегодня вот такой как бы ну праздник что неофициальный здесь нету ничего серьезного они есть я вижу через 29 минут будет выступать вот этот самый доллар но не окажет никакого абсолютно скорее всего влияния на то что будет происходить вот если мы говорим про завтрашний день 8 число то будет в 17 часов сразу переведу на московское время в 17 часов будет важный экономический репорт вот там нарисовано три головы этого бы как вот которую важность короче говоря вот этого события будет происходить но сегодня пока ничего такого не будет то есть куда-то туда-сюда туда-сюда это все называется манипуляция манипуляции тех сил которые втягивают трейдеров куда-то убеждая их что будет так на самом деле все будет по-другому короче говоря эмоционально вовлечены в эти моменты трейдинге как раз присутствует вот три категории таких участников это кстати астрологически они интересно описываются то есть вот эти масса подавляющее большинство скажем так слабо профессиональных с маленькими депозитами но их много вот этих паникеров они описываются кстати луной они очень сильно кстати на циклы луны влияет вот сейчас затмение в частности сегодня лунной будет но такое полутеневое и она очень сильно влияет всегда обострению психически нездоровых личностей в это время происходит ну скажем так и они у них психоэмоциональное состояние выходит из-под контроля и то есть в это время во первых надо себя беречь то есть держать в руках стремиться на них конфликтовать ни с кем не входить в какие-то конфликты сейчас про затмение правильно да но я как бы по ходу говорю почему я не рекомендую на затмение торговать нормальным людям потому что большинство толпа она скажем ну с приветом хорошим если так выразиться но я полагаю что до затмения можно но я не говорю что нас уважается нет я хочу сказать что большинство вот этих людей которых вовлекает вот эти форекс на и дома они не профессионалы они вот просто у них мотив как бы там алчность как бы срубить там денег вложил 100 долларов вывел 500 то есть и они скажем так они так как раз и теряет свой депозит и они как раз после после всех узнают новости последние то есть грубо говоря они вот вот они торгуют на ему они даже не торгуют они играют вот эта разница кстати играть и торговать это разные понятия игра это азарт это риск то есть когда азарт значит но с какого-то эмоциональной стабильности нет то есть человек взвинченном таком состоянии находится ненормально а вз под затмением вообще неадекватный да вот как как те картежники знаете вот там описывали времена пушкина проигрывали все входили в азарт и все вот эти вот персонали их много и они влияют на рынок своим коллективным скажем таким вот безумием когда там начинается допустим падение то есть вот допустим растет евро и они свято верят что он будет вечно расти но не бывает так правильно то есть что ну не может какой-то показатель все время стремляться вверх и причем дольше он растет тем они больше теряют бдительность и больше деньги вкладывают и в конце концов налетают как правило на вот на деньги они как раз а меньшая часть этого трейдера и профессионала они описываются сатурна то есть это люди которые такие выдержанные безэмоциональные у них статью депозиты больше то есть они торгуют не на маленьких депозитов и где-то я бы сказал такое соотношение 97 процентов и 3 вот так то есть три процента это крупные трейдера 97 это вот эта толпа эмоциональных паникеров на кого кстати рассчитаны эти новости майкл который вы рассказывать но еще конечно какой-то 0,0 десятых по количеству но по объему денег несравненно большой это конечно центробанки которые описываются дальними планетами не видим причем всеми вместе то есть не только плутоном они описываются и ура потому что их интервенции как правило внезапные неожиданные они описываются никто но потому что они тайна такая что никто не знает когда центробанк там чуть-чуть взбредет голову там купить там на несколько миллиардов или продать там какой-то валюты ну и естественно плутоном то что это огромные деньги то есть это колоссальный такой вот энергетический мощь такая именно денежная масса которым они оперируют вот поэтому здесь можно сказать что центробанк это как киты по аналогии эти трейдеры это как акулы а паникер это как те караси к плавали там знаете тюлька или там сардина какая-то жертвы короче их всех едят вот так вот понимаете киты эти планктоны и так далее вот это аналогия финансов а финансовый рынок это океан то есть это в общем и вот тут по такой аналогии вот если так рассматривать и естественно можно находить соотношение планет так называемая сигнификация и понимать что когда какие-то вот планеты принимают участие то какой слой из участников рынка будет ну скажем таким активизироваться поэтому либо там как-то доминировать и преобладать так вот сейчас так как сейчас затмение то сейчас скажем так больше всего будут ну скажем проявлять активность именно в первую очередь вот эти паникеры то есть практически вот это падение евро это же также ничего такого супер какие-то новости супер таки сногсшибательные не вышли там каждый месяц при трампе улучшается скажем вот эти показатели в принципе они улучшаются сколько анализировал то есть он производство гонит соединенные штаты заставляет извне то есть он увеличивает рабочие места то есть если с похоронить с этой точки зрения то показатели это не то что там не было не было и баску что-то проявилось но именно под затмение этот нонфарм как раз вот эти паникеры один сбрендило в голову что все пора бежать пора евро барса причем там как интересно так когда вот можно продемонстрируем на этих на графиках чтобы да конечно не готова здесь продемонстрирует вот видно график появился да да но смотрите вот собственно вот здесь был нонфарм не вот здесь где большое падение а вот этот именно то есть он сработал вниз и опять же отскочил настолько же вверх в общем то откуда ушел пошел паникеры это дело смотри или целый час когда я начал трансляции до них дошло что дело пахнет керосином что если вот если так весь график ну не поминутные допустим там по часовой посмотреть что заканчивается вот этот непрерывный рост евро да вот такой и здесь вот такой и они в панике начали продавать его это же не интервенция была центробанка здесь какая-то это именно вот такая свеча длинная если по часовой брать тут как раз получается обратите внимание вот раз два три три часа евро падал три часа а вот это вот сейчас коррекция такая как бы она даже еще не дошло до уровня вот там 188 который был я уже не говорю про здесь про максим даже 119 а доходил он даже до 117 276 поэтому здесь уже как бы получается во первых ну это я тренд такой нарисовал как бы так у меня один из них но обратите внимание что вот этот рост такой он как бы успокоит то есть он их с одной стороны напряг с другой стороны они под затмение они психанули и взяли сбрасывается а сейчас затмение еще не закончилось понимаете сейчас они будут как в той помните вам рассказывал по аналогии когда работал на скорой помощи на первый вызов был истерия болезнь сама по себе интересно тем что человек не болеет это болезнь самовнушение когда человек начинает думать что он умирает а потом начинает чувствовать симптомы смерти там сердце болит и так далее начинает пугаться от того что он сам себя как бы вот но сначала притворялся а потом на самом деле стал ощущать эти боли все ее в страхе в таком у него судороги там происходит и так далее вот поэтому здесь чем-то проблема похоже вот на этом потому что именно игрок сам по себе вот любой азартный игрок он уже не совсем трейдер и игрок это для разные две категории вот игрок он уже не совсем скажем так психически здоровый человек трейдер это другой тип вот мне надо путать здесь почему потому что игрок в азарте находится он не управляет своими эмоциями а когда происходит затмение то происходит обострение лунного вот этого солнечно-лунного цикла и у них они на эмоциях там делают какие-то шаги такие иррациональные которые но не объясняется логическим смыслом затмение пройдут через месяц эти люди будут думать зачем они так поступили ничего такого не было страшного но вот я хочу как бы объяснил именно по сейчас я закончу посмотрю еще да вот она главное что она когда падение вот здесь было назад отыграла и пошло вниз и вот основное было как раз когда прямой эфир ну вот это две большие свечки пошли вниз ну вот так если кратко я так сейчас я тут учу хорошо ну я не знаю и не уверен далеко не уверен в том что это многим может быть интересно поскольку это специфическая тема мне да я покажу графики потом я останусь кому это будет интересно просто давайте мы сейчас поговорим по поводу того что как бы все-таки астрологии большей части а кому будет неинтересно те просто уйду у меня к вам вопрос вот я сейчас получил сообщили пока в графике показали о том что у меня у моих друзей ну точнее у детей моих друзей родился ребеночек сегодня вот как вы оцениваете как астролог тех людей которые родились в затмении кстати трамп тоже родил но он правда не родился он на родился можно ответить да нормально это и спрашивают да я сам родился в затмении чувствую правильно да просто ну в затмении рождились в затмении и уйдем отсюда да и все вот вся разница какая-то просто закинуть затмение должны умеет обычно эти люди да очень реагирует на затмение и не значит плохо то есть затмение происходит подъем например какой-нибудь там вауле затмение или или наоборот какие-то фатальные события а его и течение ну опять же затмение бывает разное бывает лунная была солнечная конечно нет но это уже тонкости это уже на восходящем узле на заходящим там как бы сарас сам факт что это в принципе сейчас затмение позитивное вот это лунное затмение она не такой уж и страшной при солнце в юпитеру хорошем аспекте венера хорошо аспектировала с меркурием то есть затмение она довольно позитивная но она не такое как бы там ужас ужас какой-то чем бояться просто человек рожденные люди в затмении они отмечены печатью фатальности в их жизни много событий которыми они не могут управлять то есть как бы без них их без их желания их возвышают либо без их судьба знаете вот так вот ты идешь ничего не делаешь тебя давали становись премьер-министром он становится там стал короче царствует царство там говорят все уходи по царствам ну как бы и его влияние но скажем так эти люди они очень подвержены внешним фактором которыми они не могут управлять а это с другой стороны такой знаете жесткий контроль чтобы человек исполнил свое предназначение то есть люди рожденные затмение у них есть некая миссия причем миссия такая которую для человечества очень выражены то есть не выполнить ее этот человек не имеет права вот он пришел сюда он и ушел кстати вот разговоры по гороскопу например иисуса христа они там сколько угодно я видел там гороскопов там что вот он родился тогда он тогда но есть же факт исторический что он погиб когда было солнечное затмение вспомнить значит он родился в затмении это однозначно понимаете по-другому быть не может и вот все которые гороскопа нарисованы там что где он там но не в солнечной затмении они как минимум не нити то есть чего такая миссия то есть он не мог не исполнить свою миссию потому что вот а это кстати люди рожденные затмение но у них на каждом каждый конечно на своем этаже приходит скажем свою миссию выполняет то есть не значит что все там миссии не должны быть но какой-то вот такую деталь выполнить знаете как автомобиль если взять все человечество это некий такой автомобиль и там все детали важны то есть кто-то там миссии болтика где-то кто-то колеса кто-то поршня кто-то там трубопровода какого-то но в целом система работает и движется и он там на скоростях может скрепить там проходить эти перегрузки и так далее а если кто-то скажет я свободный человек не буду не хочу я свободный болт где хочу там кручусь дали или шестеренка и все тогда что тогда будет со всем автомобилем там колесо поедет в одну сторону машина другую вот что будет а давайте я немножечко добавлю но наверное все знают я увлекаюсь будем говорить номера логи и ну что-то в этом понимаю но смотрите удивительная вещи просто совпадение да можно сказать сегодня у нас седьмое число правильно седьмое а седьмое число вообще-то говоря ведической повторяю астронумерологии это семерка это кету это южный узел луны какое качество скажем в людей ну не знаю если совпадение или нет я бы так сказал это те кто качество но под планета нептун хотя ведической астрологии джотиш нету такой планеты и нет урана нету нептуна но тем не менее это аналог планету раха и кету северного и южного узла луны так вот люди еще раз я не буду в детали вдаваться все-таки сейчас программа у нас с андреем бухарин но эти люди обладают очень и очень должны обладать очень и очень серьезные интуиции могут обладать это все можно развивать и воспитывать с детства в то же время а это две как бы считается ну голова и хвост демона вот и мы сейчас говорим о кету это хвост как раз демона это люди очень и очень подозрительные это люди которые им кажется их постоянно где-то преследует это известная история была когда там начали писать там один американец о том что его но он там церу там он там какие-то там китае его постоянно там где-то там что-то пытаются что-то такое из него вытащить в общем какой-то очень серьезно так потому как он писал выяснилось он водопроводчик ну то есть мания так какая-то и вот эти люди они очень подозрительные они могут постоянно где-то находиться в таком состоянии что им кажется что их где-то кто-то преследует и вот там ну такая что внимание как бы величие с одной стороны так вот если мы просуммируем общую дату восьмерку семерку и 2017 год ну седьмое августа мы придем просуммируем эти цифры сделаем единицу мы получим число 16 если мы просуммируем 1 плюс 6 мы опять получим семерку то есть эти люди можно сказать в двойне то есть во первых все они еще и полнолуние и сегодня еще и затмение и семерка и четверка имеет полностью прямое отношение к луне поскольку это еще раз узел луны сегодня так что это необычные люди которые родили сегодня и имеют очень и очень серьезное качество вот как они будут себя вести поскольку демонические так скажем планеты и существа они могут вести себя совершенно непредсказуемо они могут вести себя просто они будут очень и очень духовные люди то есть я обычно рекомендую заниматься спирчаллити это называется духовностью но с другой стороны не могут вести себя именно вот так вот наоборот короче говоря совершенно а ну еще завтра давайте посмотрим и дальше мы перейдем опять к андрею 8 8 то есть 8 августа если мы просуммируем опять же 2017 год мы получим 26 это будет еще одна восьмерка короче говоря а тоже необычное число я не знаю что по этому поводу скажет ну как нумеролог я скажу что люди и и это день очень необычный день очень серьезный день и люди которые родились именно вот это это планета во первых сатурн во вторых это качество очень серьезное можно они могут за собой короче говорить короче говоря вести огромные массы людей ну не знаю вот нам все таки специалист больше наверное об этом расскажет ну массы кто ведет за собой людей это там несколько другие астрологические показатели должен быть но в смысле не обязательно затмение затмение это как фактор фатальности еще раз хочу сказать что человек избежать того под что он подписался под тем контрактом до своего рождения здесь он не может ну скажем у него мало вариантов вот там скажем гибкости меньше то знаете как в поезде к аналоге вот по фатальности вот мы до того как родиться мы находимся скажем на вокзале например железнодорожного да покупаем билет то есть какую жизнь выбираем каким направлением поедем ну условно говоря там москва киев москва санкт-петербург москва владивосток выбрали то были москва-сочи например выбрали направление а кстати на этом этапе тоже бывает не всем у каждой души в зависимости от ее уровня развития свои ну скажем опять же своя свобода выбора у кого-то только одно направление берешь или нет будешь в этой жизни бомжом или никак не родишься вот надо отработать этот уровень и все представьте себе а кому-то чем больше как старше душа тем она больше вариантов может выбрать скажем выбрала допустим там одно направление там путь например воина там значит он родится в этой жизни условно говоря там в семье военных потомственных родиться военное время ну в общем отработает по полной программе там будет каким-то маршалом дослужиться там и так далее я к примеру что вот какой-то вот такой урок там либо женщина там урок материнства какой-то надо отработать кому что так вот в поезд билет когда мы покупаем вот движение поезда это уже фатально мы как пассажир не влияем не на станции которые он проедет не на попутчиков которые будут в нам в купе на определенном этапе нашей жизни люди появляются и уходят да по своим билетам вот можно по такой аналогии но свобода выбора есть можем по вагону ходить майкл можем 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 а вот поезд остановить либо его направить ну остановить может еще можно там стоп краном каким-то но это санкции потом это все равно что как бы сбежать из поезда все равно как бы по аналогии вот самоубийство собственно что это побег из маршрута своего следования вот поэтому здесь надо уже доехать до своей станции как говорится прожить жизнь сколько положено сколько написано билете в этом и ну скажем так с почестями вернуться домой встретиться со своими с тем мы здесь раньше встречались посмеяться вспомнить былые дни ну и дальше воплотиться и так всегда понимаете когда вот это понимаешь что мы сюда приходим в командировку что жизнь по сути колесо сансары это если вечный такой перпетум мобили практически но опять же от пролая да то есть там большой вдох как там 4 миллиарда лет вдох 4 миллиарда выдох добра как бы творится вселенная потом сдувается то есть это ну вот приличный период сколько там можно грубо говоря это это называется маха-йога это сати-йога трэта-йога два пара-йога кали-йога который составляет в сумме до четыре с половиной миллиона лет таких маха-йога достаточно много один из однажды в шестьдесят таких точнее в шесть тысяч маха-юх приходит на землю так сказать ну по той по физической концепции всевышний для того чтобы дать направление как мы будем жить последний раз это было пятьсот чем-то лет тому назад и символизировало нам вход внутри кали-йоги в которой мы проживаем четыреста тридцать две тысячи лет вход в мини сати-йогу в золотой век как он называется в котором мы сейчас находимся то есть по сути это еще девять с половиной тысяч лет всеобщего благодетствования благоприятствования если не считать о том что мы уже в квантовом переходе находимся если не считать о том что те люди которые ну вот так это отрицают огульно будем так говорить информацию о которой они не знают я не верю вот и не верю тогда у них шансов немного поскольку тела уплотняются физические тела и шансов о том что вот там где-то там в голове или где-то там внутри заработает что-то шансов немного будет поэтому опасно будем так говорить отрицать то чего мы не знаем ну надо как минимум какую-то информацию воспринять то что мы говорим так что андрей я полностью согласен у меня вопрос по еще раз связаны все таки с с затмением лунным и с полнолунием а вот усугубляется ли этот момент именно тем что он попадает не всегда затмение попадает в полнолуние вот а какие-то нюансы в этом плане есть или нет Почему не всегда? Лунное затмение – это и есть полнолуние. Солнечное полнолуние. Вот солнечное полнолуние никогда не бывает. А они как раз-то и есть. Это просто когда тень еще, то есть помимо того, что они в оппозиции находятся, то есть вот что такое лунное затмение? Это луна и солнце находятся в противополу, грубо говоря, одно светило на западе, другое на востоке. Они в оппозиции, а мы посередине между ними. А когда новолуние, когда солнечное затмение, они вместе в одном месте. То есть и тогда тень падает. Кстати, вот интересно, что тень солнечного затмения, который будет 21 августа, до него мы уже не встретимся, она пройдет через Соединенные Штаты Америки. Причем максимальная, насколько я помню, будет такая тень через тот штат, где там 60 с чем-то процентов за Трампа голосовало. Вот. И я уж не помню на скидку, какой он, просто новости читал на эту тему. А также помнить, что это затмение, вот именно солнечное, попадает на сендент Дональду Трампу. И я помню, тему еще раньше, где-то в начале 2016, да какой еще, в том 16-м году, когда Дональд Трамп победил, когда еще тот прогноз исполнился. Кстати, тоже был против тренда, как и евро. Это правда, это правда. Мы вели эту передачу, я помню, у нас было несколько этих передач, с журналистом мы вели передачу, и это было, значит, напомню о том, что выборы технические, они были где-то, по-моему, в ноябре, да? Инаугурация была в Готбаре, а мы вели передачу в марте 2016 года. Нет, мы в июне вели, в июне начали, еще про Трампа говорили. В марте мы об этом говорили, но в июне, да, в июне вы озвучивали именно вот это. В июне 2016 года, я напоминаю телезрителям, ну слушайте, что это еще было до всех этих гонок, и тогда был озвучен прогноз, что о победе Дональда Трампа на выбор. Я, кстати, после победы, если помните, когда вот исследовал его гороскоп более плотно, высказал предположение, что для него август месяц вот этого 2017 года самый опасный месяц в году. Для его жизни опасный. И как бы он один период, тут конец июля сейчас уже пережил его, там был такой период, но вот период затмений он еще не пройден. И вот если он, скажем так, проживает успешно вот этот август и начало осени, то в дальнейшем там уже, ну как я понимаю, вероятность уменьшается его, ну скажем так, несчастного случая. Но опять же, в следующем году, август, тоже есть период опасный. Я к чему это говорю? Во-первых, он у Дональда Трампа лев на ассинденте с Марсом. То есть он, видите, он даже такой, как бы, опаленное лицо такое у него. То есть вот этот Марс прямо на ассинденте, он такой дает внешность такую. Ну, либо шрамы какие-то у этих людей часто на лице бывают. Вот, боец такой, кстати, очень у многих боксеров Марс в первом доме, причем известных чемпионов мира, причем имея в гороскопе он сам слабый, как бы, ну, там, вот я тут навскидку два таких, насколько я помню, Поветкин и Виталий, Владимир Кличко, они имеют Марсы в этих, в Раке. То есть, или это Виталий имеет Марс в Раке, я уже забыл, кажется, да. Ну, кто-то из них там, посмотрите. Сам факт, что чемпион мира и имеет, а второй человек, претендент на чемпионский титул, имеет слабые Марсы. То есть это говорит о том, что дом гороскопа, где находится планета, он в процессе жизни, обстоятельства нас перековывают. Видите, вот как на примере этих боксеров, сильных, мужественных, бесстрашных личностей. Вот, поэтому, так как сейчас на уровне у него в конце льва асцендент, а где-то в 20, кажется, в 28 градусе, да, там сейчас затмение идет солнечное, 27, 28. Сейчас, где он тут идет? В 29, в 29 градусе, я помню, что в конце знака она идет. Вот, да, и там будет, если там асцендент у него на самом деле находится, у Дональда Трампа, то это поражение как бы его личности идет, затмение. Ну, вот там посмотрим, что там будет. Вот, и как бы последняя неделя после затмения и вообще само затмение 21 августа, вот это надо ему очень, ну, избегать, скажем, таких мест опасных. Ну, пусть, как бы, уже его там служба безопасности этим занимается, но сам факт, что у него еще период повышенной такой турбулентности не прошел. Почему я говорю еще про то, что у Дональда Трампа следующий август? Дело в том, что в Соединенных Штатах цикл рост на недвижимость начался как раз в декабре, но очередной, скажем, итог пошел с декабря 2016 года и закончится в августе 2018 года. И он очень коррелирует с вступлением Дональда Трампа в должность президента Соединенных Штатов, причем президента, который не выводит, скажем так, ну, как именно производство за рубеж, а наоборот их в страну. Ну, то есть человек такой, как бы, патриот страны своей, да, ну, государственник, правильнее сказать. Нельзя сказать, что демократы, не патриоты, да, там это не совсем верно, ну, Соединенных Штатов я имею в виду. А разговор о том идет, что государственник, либо транснационалист, скажем так, если так это выразится, глобократ, либо государственный. Так вот он не глобократ, потому что он, как бы, из этой глобальной системы тянет все Соединенные Штаты. И поэтому вот это и есть, скажем, опасность, что он переходит дорогу глобократам. Он переходит мировой такой тенденции объективному процессу глобализации дорогу. То есть он говорит, не надо там где-то в Китае иметь производство, да, Майкл? А давайте в Соединенных Штатах откроем, чтобы американцам там дать рабочие места. Вот почему доллар начал вот укрепляться после этих новостей? Так потому что рабочие места, больше стало рабочих мест в Соединенных Штатах, правильно, да, вот нонфарм. Что он объясняет, Майкл? Он же это и показывает. Количество новых рабочих мест или что он показывает? Или там безработицу? Напомните. Нет, это называется нонфарм пейролл. Нонфарм пейролл – это создание рабочих мест, которые не связаны. Дали рабочих мест. То есть их было создано по факту больше, чем ожидалось. А раз так, значит, доллар окреп и евро пошло вниз. А почему кругом кризис, а в Соединенных Штатах рабочие места растут? Значит, политика президента Дональда Трампа для внутреннего, для американцев, она, ну, получается, ну, как бы благоприятной в плане экономической. Поэтому и цены на недвижимость растут в Соединенных Штатах. Вот в России они падают. Причем падают, Майкл, по 20-30% в год, чтобы понимали. Представляете, какое падение недвижимости идет. А в Соединенных Штатах растут. Вот поэтому здесь надо сравнивать. Сравнивать, естественно, что до тех пор, пока растет недвижимость в Соединенных Штатах, как минимум до августа 2018 года, доллар не может быть, ну, скажем так, обесцененным. Он будет укрепляться, хочешь не хочешь. Потому что он востребованная валюта, потому что инвесторы приходят, покупают доллары на свои национальные валюты и покупают недвижимость в Соединенных Штатах. И она растет в цене, поэтому. Ну вот я объясняю даже так, что стратегически, почему я, Майкл, еще даже объясняю, почему вот даже такие вот рассуждения, почему вот этот, ну, где-то с июня этого года, да, евро стал укрепляться, сколько он там укрепляется, несколько месяцев, последних. Больше, больше несколько месяцев. Он уже достиг почти трехлетний балл, точнее. На трехлетней отметке, которую мы не видели его за три года, короче. Нет, нет, мы не про это говорим. Я говорю, что падение было перед этим, ну, шло там как бы волнами. А фактически где-то вот в 20-х числах июня вот это непрерывное укрепление евро пошло. То есть оно укреплялось последние два месяца вот как бы так относительно без таких серьезных откатов. А так как сейчас экономическая политика Соединенных Штатов, она направлена на усиление доллара, то странно это звучит. Как же это так происходит, если с одной стороны евро, то есть доллар уступает евро, но при этом все покупают доллары, чтобы купить, и недвижимость, кстати, можно сравнить. А в Европе, а в Европе падение цен на недвижимость идет. Понимаете? То есть в Европе, в Америке рост, доллар падает, в Европе падение на недвижимость, но евро растет. Вопрос, в чем подвох? Подвох в том, что набирают контракты, как я это представляю, ну вообще структура торговли какая, ведь не может рынок пойти, допустим, взять и доллар окрепнуть. Надо, чтобы вот эти паникеры, которых я называл, они поверили, что евро усиливается, и открыли позиции на покупку евро, что евро завтра станет еще дороже. И когда такое количество этих паникеров, ну скажем так, потенциальных жертв, вот тех акул, которые, или даже тех центробанков, косаток, скажем так, мирового океана, они, когда этот планктон расплодится, и он на теплом верхних слоях океана поверит в том, что никогда больше шторма не будет, что все прекрасно, и так далее. Вот тогда его и съедят. Понимаете? Ну немножко такую аналогию морской флоры и фауны рассказывают. Но это понятно, что евро сейчас рост идет подозрительный, то есть на основании чего он растет к доллару. А если предположить, что это искусственный рост, то рано или поздно, когда контрактов, когда этих количество паникеров будет с маленькими депозитами, но они будут открывать на покупку евро, и будет достаточно, чтобы пробить уровень еще ниже, ну я сказал, что стратегически вот эти группы финансовые, вот эти, которые, они глобократы, так назовем их, они стремятся к чему? Они стремятся сделать евро и доллар один к одному. Но линейно это не получается, поэтому вот сейчас тактический отход. Вопрос, до каких пор это было? Ну возможно, что до этого затмение. Потому что объективные показатели, я хочу сказать, по недвижимости, они показывают, что в целом доллар должен укрепляться. Ну странно это, понимаете? Ну как бы на него спрос больше, чем на евро при покупке недвижимости. А курс другой. Вот так, Майкл, немножко я тут дольше поговорю. Понятно. Дорогие друзья, у нас остается примерно... 7-8 минут до окончания программы, поскольку, да, мы уже почти сейчас в эфире, вы задавайте ваши вопросы. Потому что кто не успел, тот опоздал, сами понимаете. И мы встретимся с Андреем Бухарином только, возможно, к концу августа. 28 августа, скорее всего. 28 августа, вот. Поэтому... Если ты интернет выкнул в тех местах, где я буду, то может быть, получится. Да, поэтому давайте вопросы поактивнее. Значит, ну вопросов я пока не вижу, да, то есть есть обсуждение того, что говорит Андрей Бухарин. Падение, видите, вот есть тут комментарий. Падение цен на недвижимость не факт, у нас растет. Ну, опять же, в каком-то регионе России где-то, может быть, и растет. Нет, он говорил доброе утро, он может быть из Америки, товарищ. Нет, он из Америки, товарищ, я знаком с этим товарищем. Он из России, да? Он из России, да. А где, а как что он говорит, у нас растут? Наверное, он имеет в виду Краснодарский край. Ну, я давал, кстати, если это интересно, у меня есть данные по объему денежной массы в России и по ценам на недвижимость, то цены... И давайте так, вот есть реальная покупательная способность валюты. И говорить вот так, в рублях растет, в долларах падает, и в рублях она сокращается. Смотря какой сегмент, элитная там, суперэлитная там или так далее. Поэтому сейчас, если вот давайте вот следующее, если интересно, по недвижимости, мы пообщаемся на эту тему. Давайте посмотрим. Мы, вообще-то говоря, уже общались. Я могу... Мы общались. Тогда надо отправить туда там все факты даны и говорить о том, что у нас растет недвижимость. Это не факт, потому что сейчас выгоднее, кстати, снимать жилье, чем брать ипотеку уже. Потому что падение недвижимости идет с такой скоростью, что реально получается... Плюс еще же проценты на ипотеку идут. Что дешевле платить жилье, чем платить там в два раза больше... Мы уже говорили, вообще-то говоря, на эту тему. Более того, я рассказывал о том, что происходило и происходит на США. 15 лет я, ну, можно сказать, проработал. И причем серьезно в этой отрасли, потому что я не по-наслышке это знаю, как это все происходит. Причем у меня, так сказать, внутренняя инсайдеровская информация есть. Я ушел от этого, скажем, будущий, ну, агентом, брокером, офисером. Я ушел, потому что я по графикам просто видел, мы летим вниз. И все мои коллеги сказали, что делаю полнейшую глупость, но я-то оказался прав. Еще три месяца она шла вверх, ну, а потом она полетела по страшной силе. Но отдельные регионы полетели значительно больше. Потому что во Флориде, у нас, в Флориде, ну, там тепло всегда, знаете, особенно в Майами. Там зимой, там нет зимы на самом деле, там 80 градусов, ну, сколько это, 30 там где-то, около 25-27, 30 градусов, как правило. Зимой бывает, поэтому туда, естественно, все стремятся. И вся элита, кстати, российская, она там, как бы, проводит зиму, да. И вот там все полетело по страшной силе, в отдельных регионах. Кстати, я был совсем недавно, где-то месяца два тому назад, я был в том месте, это Бокаратон называется в Флориде, где у Трампа по месте. Причем, если раньше оно было открыто, так, скажем, там, заезжаешь, и можно было по берегу, вот если мы едем, то там можно было видеть, в общем-то, там. Теперь там какую-то стройку затеяли, уже ничего не видно. Там что-то стоит, там, какие-то там машины, там, агрегаты какие-то стоят, и уже ничего не видно. Хотя там по месте такое, что, ого-го, какое. Хорошо, Андрей, вот есть вопрос, не знаю, как вы сможете ответить. Какая погода зимой будет в России? Ну, я сразу скажу, я не занимаюсь метеорологией, именно астрометеорологией, честно вам скажу. Невозможно охватить все, хотя я исследую глобальные катастрофы. И вот по поводу глобального изменения климата, я уже говорил, что, допустим, вот по акциям Газпрома, про которые я уже многократно говорил, вот парадокс. Компания в долгах набирает кредиты, еще не загружен один этот самый поток газопроводный, строится новый, планируется третий, там, четвертый. Вопрос, для чего? А, и при этом последние три года акции Газпрома медленно, но растут. Вот это парадокс. Мировой кризис, еще, Майкл, то есть вокруг, падение спроса, а акции растут. Компания закредитована, спроса практически нет, цены падают на углеводроды, а акции растут. Вот это в чем, как говорится, как такое может быть? А если предположить, что через несколько, допустим, лет наступит глобальный спрос, и это все будет загружено, как бы в сети, и тогда будет, скажем так, как Газпром отыграется за все годы бедности своей, вот тогда, да. Но я так немножко с юмором говорю, там мало чего смешного будет. Так вот, по акциям Газпрома как раз можно понять косвенно, когда же это похолодание в Европе наступит. В Европе, потому что есть точка зрения, что остывает Гольфстрим, что есть течение вот это, которое идет из, как он называется, из этого, из Гренландии, где таят льды там, оно пока ныряет под него, понимаете? А когда его станет, скажем так, по массе воды более-менее одинаковое количество, оно хлоп и сверху на теплое течение может зайти, то есть ему как бы и тогда, тогда наступит очень серьезная холода в Европе. Это вот с европейском плане перспективы, то есть там однозначно, ну скажем, плачевные. Но это будет после 2022 года, скажем, там начинается уже такой заметный у них рост. То есть до этого времени, скажем, будет так, то лето, то теплое, то холодное, вот как сейчас такие аномальные перепады. И поэтому тогда действительно, когда будут всплеск, почему цены на акции начнут расти, с чего это вдруг будет такой спрос, когда к 2025 году переходят практически все страны мира, отказываются от двигателей внутреннего сгорания. Вот это тоже, кстати, тренд такой, кто не в теме, да, то есть вот сейчас же многие даже эти автомобильные гиганты, они отказываются от разработок новых дизельных двигателей, новых бензиновых. Отказ, все, уже этот, их эти умы, там, ну, которые вот эти изобретатели сидят в каждой компании, да, там новые, они это уже не об этом думают, они электрические автомобили разрабатывают, вот по типу Тесла американской. Поэтому маленькие такие прогнозы я не занимаюсь, хотя есть методология, есть учебники и так далее. Просто вы поймите, что я физически охватить вот это все не могу. Но хочу вот Майкл сказать, вот меня сейчас, кстати, вот по поводу затмения, вот в этот период затмения, ну, не прямо сегодня, а вообще в этом ауре, меня пригласили возглавить, то есть есть в Москве Европейский институт Юста, и там организован Центр астрологического менеджмента и маркетинга. Вдумайтесь, в институте Центр менеджмента астрологического и маркетинга, и я там его возглавляю, назначен я директор. И вот на базе уже института, на базе ресурсов уже института, ну, помимо того, что там процесс обучения идет, вот там уже можно, скажем, прогнозировать и климат, кстати, вот этот вопрос, не в таком там глобальной перспективе, там будет через сто лет потоп или нет, хотя это тоже важно, это очень важно, стратегически, скажем, прогнозирование, но и в таком, грубо говоря, Майкл, а какой урожай будет, вы представляете, то есть можно, то есть будет, грубо говоря, засуха, значит, цены будут на еду в том, дорожать, правильно? Нормальный будет климат, цены будут, это опять же, это для рынков важно, то есть, кстати, как этими занимались, между прочим, в старину средневековые астрологи, они определяли, какой урожай, там, я древнеегипетский, когда читал еще этого разговоры Аксклепия с Гермесом, что вот там какая звезда там восходит там раньше, вот там урожай риса будет в этом году или не урожай, потому что все как бы под чем-то покровительствует, под какой-то планетой идет. Также можно и бизнес-астрологию, скажем, там консалтинг или какие-то, вот, например, вот мы с Майклом это вот как раз таки обсуждаем, эти вот темы, что вот как это можно грамотно сделать в планетарном масштабе, например, и так далее. А вы знаете, где, мы уже, кстати, вышли… Ну еще минут 10 еще могу уделить, давайте. А прототип современной биржи, Stock Market, вы знаете, где, в принципе, он был? Считается прототипом совершенно, причем официально, но, естественно, это мало где описывается. Я просто читал это в других источниках, будем там, знаете где, нет? Да у меня спрашиваете? Да. Что? Прототип, повторяю, биржи, которые существуют сегодня, вот binary options. А, окей, давайте тогда я расскажу, значит, прототип биржи, который существует сегодня, или так называемых, это binary, я не помню, извините, как по-русски это называется, это все было, дело происходило в Японии, где-то примерно 14-15 век, то есть столицы не было тогда, как сейчас в Токио, это было Осака, вот, в очень красивых, кстати, городе, бывал там. Так вот, император, он посылал своих вассалов, это, кстати, то, что вы сейчас говорили про урожай, он посылал на места в провинции своих вассалов, но он категорически запрещал, чтобы с ним ехали его, ну, то есть семьи, короче говоря, то есть жены и дети, то есть они все находились в Осаке. И вот, ну, где-то там раз в году разрешалось по специальному разрешению императора, вот этим вассалам, которые там были, хозяевами этих провинций, им разрешалось приезжать обратно в столицу, навещать своих родных. Но поскольку они были одни, сами понимаете, то, ну, всем хочется, так сказать, выглядеть и хорошо, и опять же общение, круг общения у них был, ну, далеко, кто там знает, это же не то, что там не было этих смартфонов, позвонить, да, вот, в то время, даже в Японии не было. Так вот, короче говоря, они тратили деньги на развлечения, ну, деньги иссякали, естественно, и вот, что они делали? Они тогда, а у них были, естественно, астрологи, и вот они прогнозировали, причем шла борьба, конкуренция между астрологами, поскольку астролог один говорит одно, а другой говорит, не, нифига, это должно быть другое. То есть кто-то в глобальном масштабе, а кто-то вот в местном, в локальном масштабе задает вопрос. Короче говоря, короче говоря, они прогнозировали, свой урожай. И они говорили в соседней провинции. Слышь, вот у тебя был плохой урожай, а у меня был классный. И у тебя в этом году, у меня такой клевый, крутой астролог, вот он мне точно предсказал о том, что вот у меня будет хороший урожай, давай ты мне бабки одолжишь, а я тебе, значит, счет этого урожая, который будет еще, да, вот мы с тобой заключаем договор, сегодня у тебя деньги, если у меня их нет, ну, так получилось. Вот, ты мне одолжи эти деньги, а я потом тебе счет вот этого всего отдам урожаем, которого у тебя не будет. Ну, и вот так вот они между собой вот все вот это вот делали. То есть, по сути дела, есть в реал-эстейт, в недвижимости, есть такая вещь интересная. Есть, это называется по-английски option to buy, то есть опция купить дом. Но чтобы тебе, скажем, вот я хочу купить дом, и, ну, мне же, я его куплю у тебя через полгода, допустим, а он говорит, не, я хочу сегодня продать, а он говорит, а хочешь, я тебе дам тысячу долларов, допустим, так, а мы с тобой составим контракт, через полгода, одно из двух, или я у тебя покупаю дом, или тысяча долларов твоя. То есть, это, ну, и в бирже это все применяется. Это известная вещь, она редко этим людям пользуется, на самом деле, но она официально существует. Официально существует именно такой вот контракт, и тогда заключается договор между продавцом и предстоящим перспективным покупателем, который хочет это все купить, и это применилось в бирже, это применялось именно вот так вот в Японии, это был 14-й век, прототип, ну, а астрологи, конечно, играли очень важную роль в этом плане. Дорогие друзья, еще раз, вы задавайте вопросы, потому что Андрею уже нам... да, пора. Давайте мы сделаем так. Пусть... Майкл, Майкл, можно сделать следующее, просто я на все вопросы, на некоторые вопросы я не готов ответить, ну, в принципе, но не подготовлен. На вопросы вот по поводу, доллара к рублю, я уже рассказывал, что рубль, это цена на нефть, надо ее смотреть, но в целом, она сейчас не... ну, как бы, по-астрологически, нет много... за исключением затмений, вот этого... не затмений, не только затмений, а эта ситуация, с чем связана. Меркурий сейчас ретроградным становится, рынки будут падать сами по себе, не потому, что они такие... кстати, доллар пошел опять укрепляться начал, заметно как. Вот это красиво опять. Вот, и... поэтому, в принципе, если вот говорить о том, будет ли в августе долларовый дефолт, ой, этот, рублевый дефолт, я бы... ну, так, моя точка зрения, что здесь проблемы больше в Соединенных Штатах надо ожидать, чем в России. Вот опасность, еще раз хочу сказать, для жизни президента Соединенных Штатов больше выражена, чем падение рубля здесь. У нас проблемы с рублем ближе около Нового Года будут, ну, скажем таки, именно обесценивание его относительно доллара. Сейчас, я думаю, что это еще как-то относительно переживем. Но, опять же, посмотрим, потому что именно по нефти я не такой специалист, как раньше, у меня раньше почему-то лучше получалось. Я сейчас исследую ее, но там по нефти разворот цен именно, опять же, около, ближе к ноябрю, к декабрю идет, а это значит на падение. То есть сейчас цена на нефть относительно растет, ну, там стоит, так вот, а падение цен на нефть это где-то вот как раз ноябрь, декабрь. Вот такое. Ну, вот так вот, Майкл, я тогда откланиваюсь всем, потому что уже мне пора заменить, кстати, оно, кстати, не так, как бы сейчас оно полутеневое такое, лунное, поэтому хочу пожелать всем эмоциональной стабильности, не ругаться ни с кем, ничего. У меня, во-первых, сегодня было аж два случая с провокацией, то есть мне там что-то писали такое злобное, оскорбительное, я так походил по квартире, потом спокойно Ипполит, спокойно и спокойно писал, не поддавайтесь на вот этот импульс эмоциональный, потому что скорее будет неправильная реакция, она будет во вред, поэтому лучше, кто, поэтому берегите себя, иными словами. А уже, кстати, сегодняшней ночи, буквально через два часа, когда будет точная фаза полнолуния, начнется Луна формировать тринк Юпитеру, все, период оптимизма начинается, уже через два часа, то есть два, два с половиной уже будет, кстати, следующий, завтрашний день очень комфортный, очень позитивный, и особенно ночь вот эта, ну у нас ночь после затмения с понедельника на вторник, между прочим, странно, да, а вот тем не менее. Более опасные были периоды сейчас перед затмением, это пятое число, шестое, кстати, вот неожиданной смерти известных политиков на Украине, там, певцов, музыкантов, они как раз-то были в эти дни, то есть когда вот, когда напряженные аспекты, то есть опасные дни, это перед затмением ведут, затмение прошло, там уже как-то отпускает немножко. Понятно. Хорошо. Все, тогда мы отпускаем Андрея Бухарина, я с вами, дорогие друзья, еще останусь минут на 10, покажу графики конкретные, я расскажу то, что касается технического анализа, кому интересно, побудьте, кому нет, значит, тогда встретимся в следующий раз, в следующей программе, я расскажу, у нас будет еще пара программ на этой неделе, я об этом расскажу. Андрей, спасибо, вам хорошего путешествия, вам всех благ, дорогие радиослушатели Сангейс Радио, счастья вам, здоровья, удачи, успехов, гармонии, материального достатка и духовного роста. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok